Хотелось бы представить вам сегодня нашего гостя, Мария Азаренок, предприниматель, YouTube-блогер и бизнес-тренер. Все верно, Маш? Да, все верно. Все верно, это я. Маш, хотелось бы тебя поблагодарить, во-первых, за то, что ты очень часто посещаешь нашу студию, пишешь у нас свои прекрасные видеоролики, записываешь, да? Большое тебе спасибо за это. Спасибо вам, потому что у вас реально комфортно, уютно. Я люблю такую кулуарную обстановку, и мне с тобой очень весело. Я потихоньку учусь, но учусь. Окей, это вырежете, пожалуйста. Сергей, вырежете это потом, а потом. Так, Маш, давай. Начинаем, Маш. Герой нашего времени? Ну, может быть, кино, может быть, где-то что-то. Расскажи. Слушай, а вопрос для кого? Наверное, все-таки для поколения Z, по-моему, да? А я не поколение Z? Нет, мы с тобой поколение... Типа считается, что X, но по факту, знаешь, я не сторонник теории поколения. Объясню, почему. Прикинь, да? Я не сторонник теории поколения, говорит Мария Заренок. Но на самом деле я считаю, что любой может быть любым, и ты выбираешь, кто ты. Я знаю, что такое поколение X, Y и Z, и я даю себе право брать лучшее из любого поколения, то, что я хочу. Я могу быть типичным X, я могу быть Y, я могу быть Z. И поэтому у меня нет героя моего поколения. Хорошо, твоего нет. Для молодежи сейчас? Я не знаю, смотря какая молодежь. Молодежь есть осознанная, творческая, есть тусовочная, есть богемная, есть фэшн и так далее. Понимаешь, в каждой избушке свои колотушки. Я не использую никаких уравниловок вообще. То есть моя философия, это всегда индивидуальный подход и отсутствие шаблонов. Я вхожу в коммуникацию, я стараюсь не решать за человека, не считать по обложке. Хотя я учу людей делать крутую обложку, но я при этом учу не смотреть на обложку, потому что очень мало людей умеют делать хорошую качественную упаковку. То есть делать себя понятным и привлекательным для этого мира умеют немногие. Именно поэтому есть колоссальный спрос на то, что я делаю в плане персонального брендинга, потому что это в том числе про это. Но нужно уметь смотреть суть вещей, чтобы не пропустить что-то важное. Понимаешь? Понимаю. Поэтому я на твой вопрос не отвечу. Я поняла, что ты не ответишь. Хорошо. Другой вопрос. По поводу человека труда все-таки. Мы говорим про интернет, мы будем много про него говорить, и это вся наша жизнь. Ну, я немножко утрирована, но тем не менее, понятно, что интернет вокруг нас, и все в таком духе. Мы недавно брали интервью молодых людей на улицах, спрашивали, проводили опрос, где они учатся, что они думают о техникуме и так далее. Молодежь не хочет даже говорить о том, чтобы идти на завод, что-то такое, работать руками, изобретать что-то, что тоже само по себе, творчество. То есть все, что они хотят, это что-то связано с менеджментом, бизнес, больше ответов про бизнес. Один парень ответил, что он пошел в техникум на учителя, например, и его спрашиваешь, а почему, как ты к этому пришел? Это недорого, это быстро, не недорого, это бесплатно, это быстро, и чтобы что-то получить, но это не его призвание, учитель. Вот вопрос о человеке труда. Раньше это было престижно, сейчас это не круто совершенно, и круче пойти в менеджментные организации, туризм. А в чем вопрос? А вопрос для подрастающего поколения, для тех, кто сейчас стоит перед выбором. Мы, знаешь, не для прямого эфира, но тем не менее, наша задача, ребята, это своего рода популяризация человека труда, о том, чтобы у нас есть выбор, тот самый, о котором ты, Маша, в том числе говоришь, что мы можем быть кем угодно, а о том, что у нас шаблонное вот это вот мнение, и наша молодежь стремится к тому, чтобы быть такими же, как телевидение, которое мы не смотрим с тобой, да, наверное. Но тем не менее, сериалы и фильмы говорят о том, что это круто. Если мальчик, ты бизнес, у тебя тачка, если девочка, все просто. Найди такого мальчика, все хорошо, все просто. Но ты понимаешь, есть потрясающие профессии, есть потрясающие места, и они востребованы сейчас на заводах, интересные, с высокой зарплатой, о чем не говорится нигде. Как считалось, так и считается, что 30 тысяч, 40 тысяч, как мы проживем в Москве, зарплаты намного больше, но люди об этом не знают, молодежь об этом не знает. А те мероприятия, которые проводятся в вузах, да, приходит группа лид, которые заинтересованы в том, чтобы к ним пришли, проводится какое-то мероприятие, молодежь смеется, им смешно, что их зовут на завод, в стиле рэпа, что-то пытаются, у нас нет таких массовых мероприятий. Но подожди, вот по данным футурологов, в ближайшие 20 лет больше 40% работы, которую мы сегодня делаем, будут выполняться роботами. Да. Тогда о каких заводах идет речь? Ну, даже роботом должен управлять человек, хотя бы один, на секундочку, это раз. Во-вторых, если быть, например, есть выставки, да, выставки именно вот этой техники, заводской и так далее, и даже там идут разговоры, я сама была лично присутствовала, о том, что это совершеннейшая утопия, да, возможно, будет так, возможно, человеку труда нужен будет всегда. Нет, я с этим не спорю, вопрос в том, кто хочет быть. А наших детей будут воспитывать также роботы? Ты знаешь, к сожалению, есть роботы-няньки, они уже существуют в Японии, есть роботы, которых оставляют с детьми, которые за ними ухаживают, это факт. Потому что мы как раз недавно это разбирали с рядом людей, которые помешаны на футурологии. Это как к вопросу, да, о расширении, о нетворкинге, да, потому что занимаясь нетворкингом, ты расширяешь, ну, горизонты, и периодически тебя огорошивают, ошарашивают вот такими фактами. Ты такой, как это возможно? А вот так это возможно. Представь себе, робот-парикмахер, например, и так далее. Я уже молчу про то, что ты сама, наверняка, видела, что существует сегодня в супермаркетах, раньше были кассиры только, да, сегодня существует замещение. Поэтому по человекам труда что мы понимаем? Понимаешь, по человекам труда выполнять механическую работу абсолютно нет. Но заниматься творчеством через тело, конечно, да. Но опять же, но с другой стороны, сегодня я вижу такой тренд, например, интернет-тренировки. То есть если раньше человеку для тренировки тела нужен был тренер или там спортивный зал, сегодня растет тренд. У меня просто есть в проекте несколько людей, которых занимаются онлайн-йогой, да, онлайн-коучингом, ну, там, тренировки и так далее, онлайн-медитациями. То есть ребята выходят в прямой эфир, человек медитирует, они слушают, и все выходят в это пространство и там медитируют. Понимаешь? То есть то, что, казалось бы, надо сесть вместе рядом на ковриках, сегодня через интернет ребята садятся, а ведь это же записывается и потом тоже передается. Так же, как и тренировки онлайн-йога. Получается, что если создана хорошая программа онлайн-йоги, то кто-то из йогов, кто практикующих или растущих, у кого еще нет вот этого, кто не бренд, опять же, да, тот может потерять работу, потому что эти же люди купят программу онлайн-тренировок. Поэтому... А куда пойти учиться нашим детям? Куда пойти учиться нашим... И куда, куда, какая профессия? Если говорить о такой системе, все вот так просто, все вот так интересно. Как просто? Роботизация, интернет-онлайн-йога, да, что выбирать нашим детям? Так смотри, каждый деть выбирает то, что ему нужно смотреть, способности и таланты. Вот я приведу пример. У меня есть брат, два брата. И один из братьев давно и сильно увлекался компьютерными играми. И родители как бы относились к этому, ну, как можно относиться к компьютерным играм? Ну как? Ну как? Ну я тоже, ну как? Ну как? Вот, и он поступил совершенно не связанно в этой отрасли, в ветеринарное, он учится на ветеринара. Но тут, оказывается, открылся факультет киберспорта. Факультет, где людей профессионально туда берут, тех, кто профессионально играет в киберспорт. Его хотят сделать, если я не ошибаюсь, олимпийской дисциплины. Ты послышала про это? Да. Понимаешь, киберспорт, а это что? Компьютерные игры. Понимаешь, как бы, казалось бы, увлечение ребенка может вылиться в то, что он будет учиться на первом факультете в России, на факультете киберспорта. Откуда мы знаем? Мы никогда не знаем, к чему вот школьники, которые там 16 лет собирают миллионы поклонников на Ютубе и делают колоссальное количество просмотров, создают контент. Ведь кому-то это, для меня это смешно, я смотрю, думаю, это, ну, что я не целевая аудитория. А для кого-то это очень важно, кого-то это держит в тонусе, для кого-то это пример и прочие-прочие вещи. Поэтому я не буду давать рецептов, куда идти нашим детям, просто потому что... Убилять потребности чуть раньше в школе, иметь отдельную для этого графу, отдельную для этого преподавателя, для отдельного психолога, который... Ну, смотри, вот я, например, училась в медицинском институте, у меня была способность к химии и биологии. Я отучилась в медицинском институте полтора года, на пятерке. Как далеко я работаю от медицины? Ну, химия интересная, химия очень интересная. Ну, какая разница? Ну, понимаешь, то есть я учила биологию, сдавала экзамены, там, ездила, но в итоге я живу в этой области никак. Мне кажется, ценность образования в том, чтобы, но при этом я делю образование мальчиков и девочек. В этом плане у меня нестандартное видение. Я считаю, что все-таки мужчины и женщины устроены по-разному. И система образования, она, ну, вот история, когда раньше разделяли мальчиков и девочек, потому что они по-разному усваивают информацию, у них разные скорости. Да, они должны учиться взаимодействовать вместе, но равнять всех под одну гребенку. Девочки получили пятерки, мальчики, тройки, мальчики. Ну, знаешь, как, помнишь, Коля, у вас не было такой тенденции? Да, то есть девочки в целом учились лучше, потому что они по-другому воспринимают информацию. И некоторые там были мальчики, которые хорошо учились, которые были кто? Типа заучки. Разве нет? А потом двоечники выросли, и двоечники у нас круто занимаются такими процессами, а заучки зарабатывают 20 тысяч. Хотя бывает по-разному. Это я сейчас говорю, что тоже шаблон. Вернусь к идее по поводу образования. Я считаю, что образование, деликатно данное ребенку, это среда, где он учится сопоставлять, расширять горизонты, коммуницировать с другими людьми, то есть некая среда, в которой он тренирует себя в плане социума, в плане знаний, получения истории, кругозор, математика, база некая. Но это никак не... Человек вообще в принципе иногда, мне кажется, человек только после 30 лет в принципе начинает немножко соображать, что он хочет от этой жизни. О каком высшем образовании, имеется в виду в институте, с какой-то специальностью мы говорим. Я действительно, я вот за предпринимательство молодежное, всеми руками и ногами. Я действительно считаю, что человек может в 16-17 заниматься бизнесом, и если при этом он будет получать образование по базам, каким-то предметам, а не тусоваться, то пусть получает знания по менеджменту, по управлению, по, может, автоматизациям, я не знаю, все, что сфера ему интересна. Что же плохого в том, что ребенок будет учиться предпринимательству, обращении с деньгами, определенной философии? Да? Просто таким образом мы все-таки немножко ограничиваем выбор за счет того, что это уже даже не для эфира, да, а за счет того, что... Нет, я имею в виду, у них уже шаблоны об этом представлении, у них уже сформировано, да, вот это вот общество. И тогда получается, что выбор все равно немножечко ограничен, понимаешь, да? Например, нас пугали, будешь плохо учиться, пойдешь на завод. Я просто имею в виду, что право выбора. А то, что будет в будущем, будет роботизация, окей, я имею в виду право выбора пойти на тот же завод. Они не знают об этом ничего, что можно и туда, а может быть у кого-то рвение в 30 лет, например. Ты знаешь, ты сейчас как бы... Я предполагаю, что ты сейчас делаешь выборку по тем людям, с которыми ты общалась в каком-то конкретном районе Москвы или в Москве или где-то. Если ты поедешь в Калугу и проведешь там этот опрос, то результаты или в Хабаровске, результаты могут отличаться. Понимаешь, я, например, родом из Воркуты, и как бы там в основном все идут шахтеры. И сейчас уже нет, я предполагаю, что я была там достаточно давно, но тогда это как бы... В какой-то момент вообще это было очень круто быть замужем за шахтером, потому что они зарабатывали больше всего. Ну, я маленькая была, но я просто помню эти разговоры родителей и так далее. Мне... Вот знаешь, вот по поводу персонального брендинга скажу. До тех... Вот если у нас будут люди, которые будут говорить об осознанном выборе, типа как я, а вообще об осознанной позиции, о широком кругозоре, о уважительном отношении к другим, разным, кто чем там выбирает заниматься, естественно, не ущемляя чужие рамки, то тогда у нас и у молодежи будут примеры, что и так хорошо, и так хорошо, и так хорошо. Потому что в зависимости от того, опять же, из какой среды ты делаешь срез, есть люди, которые идут на забор, ой, на забор, на завод, но при этом они тусуются у забора, пьют пиво, и не занимаются спортом, понимаешь, и ты там где-нибудь в районе Москвы подальше от центра, очень сильно подальше, и ты увидишь эту тусовку, и они, возможно, идут на завод, и ты подумаешь, ай, понимаешь? А может, лучше все-таки предпринимательство тогда пропагандировать, чтобы не ай? Вопрос, что еще плюсом, какая инфраструктура, что еще, семейные ценности, ценности здоровья, ценности сделать какой-то свой вклад в общее дело. Здесь это все многокомпонентно, и все это идет в итоге от политики, о которой я не говорю. Да, это я помню, Маша. Но теперь уже не секрет, что ты идешь преподавать в московский вуз. Ну или, по крайней мере, как это? Вообще ничего не знаю, расскажи, вот даже так. Ну, есть предложение в двух московских, достаточно, мягко говоря, известных вузах. Мы можем говорить? Нет, пока не будем. Преподавать персональный брендинг для студентов. Да, как курс определенный, да, с определенным количеством часов, с экзаменом и так далее. Какой это курс? Курс, ну, персональный бренд? Нет, 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 первый, второй, третий. А, это, это скорее, насколько я понимаю, это второй высшее. То есть это не молодежь, вот, 18-19 лет, это постарше люди. Это те, которые идут уже осознанно получать специальности в целенаправлении. Ну, скажу так, вузы, скажем так, такой направленности, не биологическо-математическо-химической, я так скажу. То есть это вузы в таких экономическо-коммуникационных сферах. Вот так, тонкий такой намек, да. Два разных вуза, это два совершенно не связанных с собой предложения, но они поступили в одно время о том, что есть такой запрос, который надо удовлетворять. Ну, это потрясающая миссия, Маша. Ну, для меня это интересный опыт. И интересный опыт. Мне самой интересно, что, какой будет курс, какой будет фидбэк, как это все будет ложиться. Ты знаешь, я просто, я не планировала это, я только об этом подумала, и это как-то появилось. Что? Как водится. Ну, когда ты в себе, так часто бывает, да. Поэтому для меня, вот когда я уже запущу программу, появлюсь на сайте этих вузов в числе преподавателей, вот тогда я буду об этом говорить. Вот как-то так. Это потрясающе, Маша. Ну, это твой такой момент, что только что предыдущий вопрос мы говорили об образовании, и вот теперь Мария Азаренок идет и влияет на образование в Москве. Ничего себе. Все себе хорошее. Маша, потрясающе. Да, какой вопрос бы мы бы не освещали, тема персонального брендика в любом случае выскакивает. И мне сначала казалось, что это действительно так, это оно во всем. Казалось или кажется? Теперь кажется. А почему кажется? То есть ты сейчас понимаешь, что это во всем. Да, я сейчас понимаю, что это во всем. Ты знаешь, что это называется? Быть евангелистом. Я про себя. Я поняла. Вот смотри. Когда я увлечена какой-то темой, я не люблю узкие, казалось бы, это не шивание, плюс я не беру весь персональный брендинг. У меня идет определенная призма, то, что я смотрю на бренд как инструмент повышения КПД взаимодействия с миром. То есть для меня бренд связан с деньгами, с возможностями, с результатами какими-то в бизнесе. То есть это улучшение бизнес-модели через личный бренд. Поэтому я очень сильно за предпринимательство в этом смысле. Вырежешь потом, я поняла. Тебе надо, чтобы все на завод шли. Я поняла. Да мне не обязательно. Я хочу, чтобы у молодежи был выбор. Вот и все. Выбор. Ну окей. Так вот. И когда мы говорим о персональном бренде, я понимаю, что эта история, несмотря на мою призму, она везде применима, потому что человек, даже если он работает на заводе, современном, классном, какой там у тебя завод? Да, какой бы завод не был. Какой бы завод не был. Хорошо. Смотри, предположим, какая-нибудь волна кризиса сокращений. Кого ставят? Оставят по каким-то параметрам лучших работников. А лучший работник, это не всегда тот, который самый производительный, как ни странно, а иногда тот, кто себя правильно в коллективе зарекомендовал, поставил, имеет связи, отношения и так далее. А это что? Это личный бренд в коллективе. У меня есть подкаст «Будь брендом», авторский, и я туда приглашаю гостей, и мы как раз об этом там тоже говорим часто, что личный бренд, это настолько применимо в любой отрасли. Люди думают, что ну при чем здесь вот я, я там работаю бухгалтером, и личный бренд. Да при всем. Потому что, имея личный бренд, как классный бухгалтер, ты потом можешь получить предложение, повышение в этой же компании, как финансовый директор, или в другую компанию, или открыть свой бизнес, или читать курсы, или просто благотворительностью заниматься, читать лекции для начинающих предпринимателей, как не попасть на налоги, например, или как зарегистрировать ИП, или книжку написать. Понимаешь? Да, понимаю. И не сидеть в рамках одной позиции, одной должности, одного дохода, одной опции какой-то. Да, вот это действительно интересно. И так как я это вижу, вот это вот проникновение везде, я именно поэтому этим и занимаюсь. Маша, Витя, ты из будущего, поэтому очень много чего речь. Да, я в голубом комбинезоне, и я из будущего. Спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом, своим мнением, это было действительно полезно, я думаю, что после просмотра такого потрясающего интервью, многие почерпнут для себя что-то важное и интересное. Спасибо тебе, Маша. Благодарю тебя, что пригласила. Счастливо. Продолжение следует...